А вот это тоже хороший вопрос. Как учить? Знанием или пониманием? Вот это, кстати, вопрос очень серьёзный. Кстати, вот моя вся педагогическая практика на физтехе и весь вот смысл системы физтеха, как её Белоцерковский называет, она связана с тем, что чему мы должны учить? Знанию или пониманию? И мы довольно скоро пришли к выводу, что надо учить пониманию. Ну, в частности, на кафедрах нашего института начали это физики, потом это распространилось по-другим, когда у нас не было билетов. На экзамен можно было приходить с любыми пособиями, записями, конспектами. Единственное, что нельзя было советоваться с товарищем, потому что каждый, как говорят, умирает в одиночку, каждый задаёт экзамен в одиночку. Это необходимо. И человек обычно приходил с вопросом, который он сам приготовил. Вопрос по выбору. И рассказывал то, что он понимает в этом деле преподавателя. Это нелегко научить людей, и студентов, и преподавателей. Но это была наша цель. Потому что знания, особенно сейчас, знаниям очень легко. Из интернета можно получить из бесконечных справочных конкретные знания. Их слишком много, и они слишком быстро меняются, и слишком подвижны. А понимание – то, что остаётся. Это, кстати, хорошо выразил Гавелл, президент до недавнего времени Чехии, драматург, диссидент в прошлом. Он сказал, что чем больше я знаю, тем меньше я понимаю. По-видимому, он очень легко чувствует. И афористически выразил вот этот разрыв между уровнем знания и уровнем понимания. И основная задача настоящего образования – научить нужно пониманию. И успех вот физико-технического института, который продемонстрирован, я бы сказал, мировым спросом на его выпускников, он это подтвердил. И сейчас мы находим выпускников физтеха в банковской сфере, в управлении, в администрациях самого высшего звена. И таких много. Потому что мы научили пониманию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ